ветер ледяной конечно пошли спускаемся сейчас будет тот самый приятный момент которого не было бы в нашем средневековье и так далее хотя сказки в были нах что здесь может быть абсолютно все и подводное царство и царство там наверху и на холме и под холмом но друзья пользуемся тем что есть всеми возможными средствами чтобы чувствовать себя хорошо чтобы чувствовать себя человеком и что по возможности делать то что хочется вот это как говорится прямая цель вот по поводу горы так далее да вот здесь казалось бы холм то не небольшой а уже очень высоко вот на машину смотришь она уже размером с песчинку вот оттуда как вам вообще сновидение кстати я заметил еще давно у эйзенштейна в лес фильме александр невский кстати говоря он снимает очень большое небо и маленькую маленькую кромку земли то есть вот тут примерно вот так он снимает в общем такой метод и не нужно забывать что ну если вы этого не знаете то фильм эйзенштейна александр невский он снимался чуть ли не летом а снег изображала соль в общем и там много там вообще это все исторически недостоверно но по духу по образу достоверно ну да да эйзенштейн снимал блокбастер все правильно с великой музыкой прокофьева но ему нужно было снять фильм снять зрелище и снять образ чтобы этот образ впечатался в сознание его неведомая машина уехала это она тут стояла вообще какая-то не знаю маньяк маньяк все это шуточки еще раз говорю что есть настоящие бандиты в них нет никакой романтики это такие люди которые просто тебя убьют и никогда не усовестится ничего и никакого здесь романтизма нет просто надо быть реально осторожным и в жизни тоже надо быть реально осторожным я грею пальцы